При прокладке магистральных трубпроводов в трубнодоступных районах часто отсутствуют линии электропередачи, так как их сооружение для питания установок катодной защиты связано с большими затратами. В этом случае применяют протекторную защиту. Ее также называют катодно-протекторной, гальмонической защитой или защитой автономными жертвенными анодами. Протекторная защита – это вид электрохимической защиты, при которой защищаемое сооружение становится катодом путем подключения к нему металла, имеющего более отрицательный электродный потенциал. Таким образом создается искусственный гальмонический элемент. Электролитом в этом случае является грунт, в который укладывают трубпровод и протекторы. Протекторные установки могут выполняться в виде одиночных и групповых протекторов, а также в виде протяженных лент. Так как мощность одного протектора невелика, то в проектах по защите от коррозии подземных металлических сооружений рекомендуется размещать их группами, не менее трех штук в группе. Протекторные установки рекомендуется устанавливать в грунтах с удельным сопротивлением, не превышающим 50 Ом умножить на метр. Стабильная работа протекторной установки обеспечивается при установке протекторов ниже глубины промерзания или высыхания грунта. В качестве протекторов, применяемых для защиты стальных сооружений, могут использоваться все металлы, имеющие более электроотношительный потенциал, чем железо. Наибольшее сравнение получили магний, цинк и алюминий. В чистом виде эти металлы не получили практического применения для изготовления протекторов, так как магний имеет сравнительно низкую токоотдачу, а алюминий и цинк в грунтовых условиях склонны к пассивации. При защите подземных сооружений чаще всего в качестве протекторов используют магниевые сплавы. В магниевые протекторные сплавы вводят добавки алюминия, цинка и марганца. Алюминий улучшает литейные свойства сплава и повышает механические характеристики, но при этом немного снижает потенциал. Цинк облагораживает сплав и уменьшает вредное влияние таких примесей, как медь и никель, позволяя повышать их критическое содержание в сплаве. Марганец вводят в сплав для осаждения примесей железа. Кроме того, он повышает токоотдачу и делает еще более отрицательным потенциал протектора. Основные загрязняющие примеси в сплаве, такие как железо, медь, никель и кремний, увеличивают саморастворение протекторов и снижают срок их службы. Эффективность работы протектора увеличивается при установке его в специальные смеси-заполнители, которые называются активаторами. Активаторы служат для снижения самокоррозии протектора, уменьшения анодной поляризуемости, уменьшения сопротивления растеканию тока с протектора, предотвращения образования плотных активных пленок на его поверхности. Таким образом, повышается коэффициент полезных действий протектора, то есть срок его службы. Основными компонентами активаторов к магниевым сплавам являются глина, гипс, эпсамит и миробелит. На один протектор используется от 40 до 60 кг активатора. Миробелит несколько снижает коэффициент полезных действий магниевых протекторов и применяется только при обсутствии эпсамита. Для предотвращения вымывания солей в процессе работы протекторной установки в активатор вводят глину и гипс. В настоящее время чаще всего применяются комплектные протекторы типа PMU, например, PM5U, PM10U и PM20U. Цифры 5, 10 и 20 в маркировке протектора показывают вес протекторного сплава. Протекторы изготавливаются с электродами из магниевых сплавов повышенной и высокой частоты, таких как ML16, ML16PCH, ML16VCH, ML4VCH и сплава МPU. Комплектный протектор представляет собой электрод с соединительным проводником и прыжкообразным активатором, находящимся в полиэтиленовом мешке. Также в грунтовых условиях нашли применение протяженные протекторы марки PMP, например, PMP35x10 и PMP20x10. Они представляют собой полосу из сплава магния, которую укладывают в одну траншею вместе с трубопроводом или в траншею на некотором расстоянии от него. Кроме этого, применяются также другие конструкции протекторов, например, кольцевые в виде двух литых анодов полуколец или прутковые протекторы, представляющие собой биметаллический пруток с оболочкой из протекторного сплава и стальным оцинкованным контактным стержнем, проходящим по центру протектора.